Сегодня после обеда глава чувашского правительства Иван Маторин посетил редакцию газеты «Советская Чувашия». Тем самым продолжил череду визитов в печатные средства массовой информации. Председателя кабинета министров встретил новый руководитель газеты Владимир Васильев. Он возглавил советскую Чувашию в начале июля. Экскурсию по редакции решили не проводить, а сразу перейти в конференц-зал. Премьер-министр приехал в редакцию без галстука. Видимо, тем самым пытался задать определенный тон встречи. В беседе с журналистами обсуждались темы, важные и острые для республики. Проблемы жилищно-коммунального комплекса, ситуация между коммунальными технологиями и управляющими компаниями, проект ВСМ-2, строительство высокоскоростной магистрали, очереди на получение муниципального и социального жилья. Остановились также на соглашении между республикой, городом и одним из инвесторов по застройке микрорайона Богданка. Иван Маторин пояснил, почему остановились именно на этом проекте и пообещал, что само соглашение будет размещено на официальном сайте. Единственный плюс оказал, что он является собственником земли, то есть здесь вроде нет ущемления других застройщиков, то есть так как земля находится на его собственности. Почему мы пошли на вот эту вынужденную меру? Республика, город Чебоксар, в первую очередь, ну и на Чебоксарске, это вот два муниципалитета, в последнее время остро сталкивается с невозможностью покупки жилья, определенного качества, необходимого для выполнения, о чем я на предыдущий вопрос отвечал, выполнения наших обязательств, обеспечения детей-сирот, участковых и так далее, кто у нас получает квартиры. То есть есть стоимость квадратного метра, установленная Министерством регионального развития, 28,40. Она включает туда не просто голые стены, вы, кто покупал квартиру, знаете, сегодня сдаются именно такие квартиры, а с минимальной отделкой, да, то есть это уже берите еще дороже, да, она будет. А мы должны это приобрести за 28,40. Продолжение следует...